Праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Развилка, начались с торжественного шествия трудовых коллективов, актива, жителей поселения. Большую часть колонны составили учащиеся и педагоги Развилковской школы, в которой обучаются 1400 учеников, среди которых 48 победителей Всероссийской Олимпиады. Сегодня день рождения у любимого поселка, значит день рождения у нас, потому что мы едины для школы, этот год тоже особенный, у нас в этот год 60 лет школы, вся история Развилковской школы, она напрямую связана с историей поселения. В этом году поселку Развилка исполняется 68 лет. За это время в нем произошли большие преобразования. Для многих жителей этот уголок Ленинского района стал родным. Приехал сюда, 18 лет было, в 1949 году. Строили, мы трассу вели, Сталин распорядился, газификации в Москве. Вот полтора года там и строил Развилку. Построила завод и 36 лет в заводе отработала. С каждым годом Развилка все больше развивается. Здесь открываются новые современные спортивные детские площадки, открываются досуговые центры, строится новая детская школа искусств. Не забыты в поселении люди пожилого возраста и ветераны. В честь 70-летия Великой Победы в центре поселка установлена Стелла защитником Отечества, посвященная бойцам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и солдатам 1812 года. В день празднования Дня поселка благодарные жители Развилки возложили цветы к подножию Стеллы. Я очень рада, что вы большой, дружной семьей сегодня собрались на свой праздник. Я хочу вас поздравить с этим праздником. Передать вам огромный привет от главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова. Пожелать вам всего самого-самого хорошего, доброго, чтобы в ваших семьях был мир и покой, чтобы ваши дети и вы сами были здоровы и чтобы везде на нашей земле был мир. С праздником вас, дорогие развилковцы! На Развилке стала доброй традицией проводить тематические конкурсы для детей разных возрастов, посвященные Дню поселка. Победители в этот день получили заслуженные награды. Эти конкурсы в этом году посвящены 70-летию победы, конкурс рисунка. И помимо того, что это конкурс грамоты, еще администрацию учреждены денежные призы. То есть детишки у нас еще помимо грамот, кто занимает призовые места, получают еще и денежное вознаграждение. И отрадно всегда видеть, что каждый раз, когда мы объявляем конкурс, много-много детей, и даже иногда учителя и родители тоже начинают принимать участие, помогать. И конкурсной комиссии всегда очень сложно определять победителя. На площади, где развернулся праздник для всех желающих, была организована масса развлекательных мероприятий. Мастер-класса, литературная ярмарка, книжный разгуляй и многое-многое другое. Мы вывезли на улицу, на поселок, в свободную библиотеку, в которой каждый желающий может подойти, записаться, взять любимую книжку, унести ее домой. И эти книги, они извне, ну, не библиотечные, их приносят такие же люди, они уже кому-то подслужили, но выкидывать же жалко, тем более год литературы в России. Вот, и мы ищем вторых хозяев, вторые ручки, заботливые, или те, которые потом опять отдадут книжку дальше. До позднего вечера разбилковцы праздновали день своего поселка. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.